кто же эти консерваторы прежде всего существуют общественные инициативы эти общественные инициативы различные организации которые как будто созданы независимо без поддержки государственных структур действительно есть люди которые активно верят в богоданность и натуральность сложившихся ролей по признаку пола они имеют мощную поддержку у рпц у российской русской православной церкви вот они имеют мощную поддержку в одном из сегментах политических элит вот и именно поэтому они собственно говоря да оказывается довольно серьезной силой в обществе и в общественном дискурсе и я не не назвала еще одну законодательную инициативу до связанную с законом запрещающим пропаганду гомосексуализма и этот закон который вызвал дискуссию да он все-таки был принят на федеральном уровне и он конечно же является исключающим и он конечно является репрессивным и он является мощным утверждением вот этой гетеросексуальной матрицы таким образом мы видим вот это проявление консервативных позиций в правовом поле дискурсивном поле а в одной из речей а президента консервативной идеология была названа идеологии российского политического истеблишмента то есть вот этот консерватизм который проявляет себя в продвижении ценности патриархальной семьи жесткой гетеросексуальной матрицы представление о гендерных ролях то он является действительно той идеологии которая претендует на гегемонию то есть нам претендует на что на господство потому что все кто будет говорить против этого могут быть расценены как диссиденты или как несогласные или те которые не вписываются до в мейнстрим вот этой идеологии который постоянно постоянно отсылает нас к традиционным ценностям к российской культуре к православным ценностям и христианским ценностям и конечно есть сопротивление сопротивление вот этой консервативной волне но это сопротивление на уровне повседневной жизни когда люди просто игнорируют все это и находят возможности решать проблемы с которыми сталкиваются самостоятельно игнорируя идеологическое наступление да вот консерваторов с другой стороны существует феминистская мобилизация она пока небольшая незначительно может быть даже не феминистская а в сторону гендерного равенства и вот когда люди объединяют и проблематизируют и обсуждают и так далее поэтому мне кажется что мы живем в том обществе где полное господство консерваторов просто не может осуществиться технологически ни границ нельзя закрыть ни дискурс нельзя полностью цензурировать поэтому в общем я склонна рассматривать консервативный поворот как один из циклов политического развития политической динамики на смену которым рано или поздно придет другая волна но консерваторы довольно сильны в нашем обществе что еще раз нас отсылает к тому что наш гендерный порядок во многом сохраняется в качестве традиционного и патриархатного с устойчивым представлениями о моделях мужественности и соправдания гендерных границ природными биологическими факторами или даже религиозными